Глубоко уважаемые коллеги, в настоящий момент времени при метастатическом раке поджелудочной железы существует три основных стандартных режима химиотерапии. Об этом только что говорили, я повторю. Это комбинация гемцитабина с поклитокселом, режим фолферинокс и гемцитабин. Еще один режим химиотерапии гемцитабин с орлотенибом, который по некоторым рекомендациям рекомендуется в первой линии с категорией 1, я к нему отношусь весьма скептически. Этот режим химиотерапии очень токсичен, об этом было сказано. Добавление орлотениба существенно увеличивает стоимость лечения и крайне мало увеличивает эффективность этого лечения. Кроме того, недавно исследование LAP-07 продемонстрировало полную неэффективность этой комбинации по сравнению с монотерапией гемцитабином при местно распространенном раке поджелудочной железы. Кроме того, орлотениб провалился во второй линии исследования при раке поджелудочной железы, поэтому мое отношение к этой схеме однозначно скептическое. Решение, какой режим химиотерапии назначить, в первую очередь, основывается на состоянии больного. Если состояние средней тяжести, рекомендовано монохимиотерапией гемцитабином. Если состояние больного удовлетворительное, возможно значение либо режима фолферинокс, либо комбинации гемцитабин с нампоклитокселом. О режиме фолферинокса Шадавахидна уже сказал несколько слов. Это очень хороший режим, хотя сложный в реализации, токсичный. И моя задача рассказать максимально подробно о режиме химиотерапии, который является самым популярным, по данным статистики, в Соединенных Штатах Америки. И который совсем недавно появился, появилась возможность его назначения у нас в стране. Это режим гемцитабин с нампоклитокселом. Вообще, современное лечение медистатического рака поджелудочной железы на настоящее мое время это химиотерапия. Только химиотерапия. Несмотря на то, что таргетные препараты прочно вошли в клиническую практику при многих соленых опухолях, ни один таргетный препарат не оказался эффективен при раке поджелудочной железы, несмотря на большое количество проведенных исследований. Объяснение этому есть. В среднем на одну опухолевую клетку поджелудочной железы имеется 63 генетические альтерации, которые затрагивают тем или иным образом 12 основных сигнальных путей. Ангибирование одного-двух, даже трех сигнальных путей навряд ли приведет к апоптозе опухолевой клетки и вряд ли даже замедлит ее рост выделения. Возможно, новые таргетные препараты, иммунотерапия, препараты, действующие на строму опухоли, могут продемонстрировать какую-то эффективность при этом заболевания, но ближайшее будущее все-таки за химиотерапией. Инновационный противоопухолевый химиотерапевтический препарат напоклитоксел оказался эффективен при раке поджелудочной железы на доклинических моделях. Он демонстрировал, что вызывает апоптоз опухолевых клеток. Кроме того, выявлен синергизм комбинации напоклитоксел с гемцитабином. Опухолевые клетки формируют обильную десмоплотическую строму, и напоклитоксел обладает способностью истощать эту строму, увеличивает воскалеризацию опухолевых клеток, и тем самым это приводило к увеличению концентрации гемцитабина в опухолевой ткани примерно в три раза. Исследование первой и второй фазы напоклитоксел с гемцитабином включило 67 пациентов и ответило на два вопроса. Первая, максимально переносимая доза напоклитоксела в сочетании с гемцитабином составила 125 мг на метр квадратный с первой, восьмой и пятнадцатой дни каждые четыре недели. Доза гемцитабина осталась стандартной. И второе, это исследование продемонстрировало достаточно многообещающие результаты. Медиану продолжительности жизни при метастатическом раке поджелудочной железы перевалило через рубеж один год. Вот эти многообещающие результаты дали толчок к исследованию Абраксана. В третьей фазе клинического изучения было выполнено исследование «Импакт», целью которого было доказать, что комбинация напоклитоксела с гемцитабином эффективнее, чем монохимотерапия гемцитабином. Это было крупное исследование, 861 участник. Причем участвовало много российских центров, и суммарно было набрано 100 больных в России. Включались больные в основном в удовлетворительном состоянии, с индексом Корновского не менее 70%, с нормальным билирубином, альбумином. Больные рандомизировали соотношение один к одному, две группы. Группа напоклитоксела с гемцитабином и группу гемцитабином. Лечение предусматривало назначение препаратов до прогрессирования или неприемлемой токсичности. Исходная характеристика больных такова, что были представлены разные расы, разные регионы проживания, в том числе достаточно много больных было из Восточной Европы. Возраст почти половины больных была старшей возрастной группы, старше 65 лет. В основном больные были в удовлетворительном состоянии, но была достаточно приличная когорта больных с индексом Корновского 70-60%, то есть со статусом ИКОК-2, то есть со средне-тяжелым состоянием. В основном были достаточно распространенные больные. Количество методатических очагов было больше одного в подавляющем большинстве случаев. Уровень инкомаркера К19-9, больше 59 значений верхней границы нормы, встречался более чем в половине случаев из предыдущих исследований, в частности из исследований с капицитабином. Мы знаем, что это очень неблагоприятный, независимый прогностический фактор. От 16 до 19% больных ранее перенесли процедуру билярного стентирования. Последний анализ по продолжительности жизни показал преимущество комбинации на поклитоксел с гемцитабином по сравнению с монотерапией гемцитабином. Медиана продолжительности жизни увеличивалась с 6,6 до 8,7 месяцев, снижение риска смерти на 28%. Кривые Каплана-Майер достаточно рано расходились, и расхождение этих кривых прослеживалось во все последующие промежутки времени. Отмечалось увеличение преимущества комбинации по сравнению с монотерапией на каждом промежутке времени. В частности, одногодичная выживаемость увеличивалась с 22 до 35%. Общая двухлетняя выживаемость увеличивалась с 5 до 10%. Поданализ продемонстрировал увеличение продолжительности жизни во всех подгруппах. Примечательным является факт, что эффект на поклитоксела был более выражен в случае наличия неблагоприятных факторов прогноза. Например, метастаза в печени, количество метастатических очагов более 3% и при уровне маркера сей 19,9% более 59% значений верхней границы нормы. То есть, другими словами, чем хуже прогноз больного в рамках этого заболевания, метастатического рака поджелудочной железы, тем большую пользу от добавления гемстабина на поклитоксела можно получить. Такие же схожие данные были получены по времени до прогрессирования. Медиана времени до прогрессирования увеличивалась с 3,7 до 5,5 месяцев. И подгрупповой анализ по основным прогностическим факторам продемонстрировал, что, опять же, наибольший выигрыш имеют те больные, которые имеют наихудшие прогностические факторы. Частота объективных эффектов увеличилась с 7 до 23% в 3 раза. Частота контроля болезни, то есть объективный эффект плюс стабилизацию увеличивалась с 33 до 48%. Токсичность схемы с абраксаном оказалась выше, чем монотерапия гемцитабином, но была признана как удовлетворительной. Больше была, в первую очередь, гематологическая токсичность, нитропения 3-4 степени 27%, тромбоцитопения 9%, анемия 12% случаев. Неприятным моментом являлось возникновение нейропатии у этих пациентов. Нейропатия степени 3 и больше была выявлена у 17% пациентов и явилась наиболее частой причиной при остановке лечения абраксаном и гемцитабином. Этот побочный эффект проанализировали детально. Оказалось, что время до возникновения, от начала химиотерапии до возникновения нейропатии степени 3 составило 140 дней, то есть больше, чем 4 месяца. Это достаточно, чтобы провести полноценный курс химиотерапии. И время от третьей степени до снижения ее до первой степени составило 29 дней. То есть, в общем-то, более-менее приемлемые сроки разрешения этого побочного эффекта привели к тому, что в 44% случаев удалось возобновить лечение абраксаном, хотя и в редуцированной дозе. Продолжительность лечения в группе с напоклитокселом была больше – 3,9 против 2,8 месяцев. И разница эта отчасти объясняет большую токсичность комбинации напоклитоксел с гемцитабином. Если мы анализируем токсичность не в расчете на количество курсов, а на количество пациентов. В 41% случаев была снижена доза напоклитоксела, в 47% снижена была доза гемцитабина против 33% в группе монотерапии гемцитабином. Относительно интенсивность дозы препаратов была достаточно высокая. 81% интенсивность дозы напоклитоксела и 75% интенсивность дозы гемцитабина. Эти цифры говорят о том, что если редукция дозы требовалась, то она требовалась на поздних курсах лечения. И более ранние курсы переносились более-менее удовлетворительно. Что касается особенностей применения этой комбинации, важно указать теоретическую возможность применения этой комбинации при повышенном уровне билирубина. Известно, что это наиболее частое осложнение опухолевого процесса гипербилирубинами, вызванное механическим сдавлением желчевыводящих путей. И часто мы сталкиваемся с проблемой назначения химиотерапии при умеренном повышении билирубина. Есть две серии наблюдений, они опубликованы в этом году на конгрессе АСКО. Первая серия наблюдений – 29 больных с умеренным повышением билирубина, меньше чем 5 значений верхней границы нормы. И авторы этого исследования, этой серии наблюдений, продемонстрировали, что продолжительность жизни этой когорты больных составляет почти год. То есть, ничуть не меньше, чем общие когорты больных в исследовании МПАКТ. При этом токсичность лечения потребовала редукцию доз, как они высказались на индивидуальной основе. Другая когорта – 20 больных с билирубином больше, чем 25 микромоль. Медиа на уровне билирубина была 75 микромоль. Эти больные также получали комбинацию абраксана с гемцитабином. У 70% лечения было начато в стандартных дозах, в 30% случаев сразу дозы были редуцированы. Чуть более чем половине больных были выполнены дополнительной желчеразгрузочной операцией. Вне зависимости от того, выполнялись ли эти желчеразгрузочные операции или нет, билирубин практически у всех больных нормализовался. Но при этом автор отмечает, что в 70% случаев была выражена серьезная токсичность 3-4 степени. В основном это была гематологическая токсичность. Все выводы, которые мы можем сделать из этой серии наблюдений, заключаются в том, что если мы применяем комбинацию гемцитабина с набпоклитокселом, то мы должны применять ее при повышенном билирубине с большой осторожностью. И возможно в модифицированных дозах, с учетом того, что эти больные имеют высокий риск гематологической токсичности. В инструкции по применению набпоклитоксела четко указано на невозможность применения этого препарата при билирубине, превышающем 5 значений верхней границы нормы. К слову, в фолферинокс альтернативный режим не может быть применен при повышении билирубина. Это противопоказано. Таким образом, выводы из исследования МПАКТ, комбинация набпоклитоксела с гемцитабином существенно эффективнее, чем монотерапия гемцитабином, как в отношении продолжительности жизни, так и в отношении всех проанализированных суррогатных конечных точек, в частности, времени без прогрессирования и частоте объективных эффектов. Токсичность была выше, но частота серьезных жизнеугрожающих нежелательных явлений была одинакова в контрольной группе и в экспериментальной группе. Неприятным моментом является нейропатия, она носила кумулятивный характер, но она была обратима, и она хорошо отвечала на снижение отсрочка введения дозы абраксана. Буквально несколько слов про химиотерапию второй линии. В отличие от химиотерапии первой линии, назначение не стандартизовано. Может быть стандартизовано только назначение гемцитабина в том случае, если в первой линии пациент получал режим фолферинокс. Что назначает случай, если больной получал в первой линии гемцитабин, содержащую химиотерапию? Определенного мнения нет на этот счет, но есть убежденность, что многим больным назначение этой химиотерапии может продлить жизнь. На слайде представлены поданализы исследования МПАК, в котором представлена характеристика больных, которые получали вторую линию химиотерапии после прогрессирования на напоклитокселе или на гемцитабине. В основном, конечно, для второй линии химиотерапии отбирались больные в удовлетворительном состоянии. Всего 40% больных получили химиотерапию второй линии. У них было меньше значения онкомаркера, меньше нейтрофильно-лимфоцитарное отношение, чем у больных, которым не назначалась химиотерапия второй линии. И, в общем-то, результаты ее применения оказались достаточно неплохими. Время от окончания второй линии до смерти при применении химиотерапии составило порядка 6-7 месяцев. Это говорит о том, что нет полной резистентности в случае прогрессирования на комбинации гемцитабина с абраксаном или на монотерапии гемцитабина. Все-таки опухоль может ответить на химиотерапию второй линии. Какие режимы применялись? В основном, это были 5-турроцил или каплистабин, содержащие режим химиотерапии, монотерапия или комбинированная химиотерапия. И что интересно, что определенная когорта больных получила фолферинокс, режим смогла его выдержать. И этот режим продемонстрировал наилучшие результаты с точки зрения продолжительности жизни в этой группе больных. Если безопасность применения химиотерапии второй линии может быть предсказана на основании состояния больного и на основании функции органов и систем, то эффективность химиотерапии второй линии может быть достаточно эффективно предсказана на основании эффективности химиотерапии первой линии. Получена прямая корреляция при поданализе исследования МПАК между объективным эффектом или между временем допрогрессирования на первой линии химиотерапии и на второй линии химиотерапии. И последнее. Абраксан может работать не только с гемцитабином, но и с другими противоопухолевыми препаратами. При раке поджелудочной железы в этом году на АСКО представлены результаты рандомизированного исследования второй фазы по применению комбинации НАПАК-клитоксела с 5-туроцил, содержащей химиотерапией. Они сравнили эту комбинацию с стандартным режимом НАПАК-клитоксела с гемцитабином и оказалось, что и время без прогрессирования и продолжительность жизни были одинаковыми в обеих группах. И, в общем-то, эти данные дают основания. В всяком случае, комбинация НАПА-клитоксела с торпирамидинами заслужит изучение третьей фазы клинического исследования. Таким образом, я хотел бы закончить свой доклад на том, что, в общем-то, эта комбинация гемцитабина с абароксаном является наиболее популярной в мире и она является, кроме всего, еще и наиболее популярной группой контроля при текущих клинических исследованиях. Сейчас изучаются в первой и второй фазе комбинации НАПА-клитоксела, гемцитабина с другими инновационными препаратами и предварительные данные вторых фаз говорят о том, что будут инициированы третьи фазы этих клинических исследований. Вот то, что я хотел сказать. Благодарю за внимание.